Микс Ньюс. Советы богачек. То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу. Ирина Богачек на радиоболтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем. А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решаются. Добрый день, уважаемые слушатели. 29 мая на календаре. И сегодня вот как раз та самая дата, когда выходит в нашем эфире программа Советы богачек. Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт, сегодня с нами. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И вот в это коронавирусное время, когда многие люди сидят по домам, у многих проблемы с работой. Понятное дело, что настроение, может быть, несмотря на хорошую погоду, самое такое, не самое лучшее. Многие жалуются на депрессию. И вот именно депрессия станет сегодняшней темой нашего разговора. Что это такое вообще? Можно ли в любой случай, когда человеку просто стало грустно, уныло на душе, вот он обычно, ну, часто люди говорят, ой, у меня депрессия, нет, я не пойду гулять. Ну, может быть, мы как бы разбрасываемся этим термином, его как-то неправильно употребляем. Всякий ли раз, когда просто у нас плохое настроение, это депрессия? Действительно, это слово сейчас стало очень модным и популярным. И сегодня я открою все тайны. Я, надеюсь, достаточно интересно и, в общем, познавательно расскажу о том, что же такое депрессия. А говорю сразу, что я буду рассказывать в таком лайт-режиме. Для тех же людей, кто в науке, кто очень глубоко занимается этим вопросом, я обращаю внимание, что уже через несколько месяцев выйдет моя книга с академиком Дмитриевой, которая будет называться депрессией в публицах и схемах. Поэтому, что называется, я в теме. И там будут прям конкретные инструменты, как сам человек может себя продиагностировать, ну и, собственно говоря, какие-то техники, при помощи которых он, во всяком случае, хотя бы немножко сможет облегчить себе это состояние. Потому что болезнь — это депрессия, это действительно болезнь. И по порядку начну рассказывать. Расскажу о мифах, интересных случаях, о диагностике, о приёмах консультирования и так далее. Дело в том, что депрессия — это психическое расстройство со своей природой и так называемый депрессивный триад. Это гипотемия, то есть сниженный фон настроения, типа малоким тонус, то есть сниженный фон настроения, замедленное мышление и двигательная заторможенность. Но в этой триаде ещё добавляются нюансы. Ирина, единственное, я попрошу вас, может быть, немножко ближе к микрофону, потому что вот чуть-чуть не совсем хорошо слышно, да, если можно. Так, звук, может быть, просто прибавить звук? Что? Может быть, просто прибавить звук? Можно, да, давайте прибавим звук. Хорошо. Да, итак, ещё раз повторюсь, что есть так называемый депрессивный триад. Это сниженный фон настроения, замедленное мышление и двигательная заторможенность. На самом деле депрессия является очень распространённым запрессиванием и 20% населения развитых стран страдают депрессией. 20% — это очень большой процент. То есть каждый пятый хотя бы раз в жизни испытывал так называемый депрессивный эпизод. И какая же из стран на первом месте? Дело в том, что распространённость и вариабельность очень большая. Вот в Японии всего лишь 3% депрессивных людей, почему? Хотя очень тревожная нация, я уже говорила об этом. Долгое время японцы относились к депрессии очень негативно, но с момента появления антидепрессантов они стали называть депрессию душевной простудой. И как только человек испытывает малейшие пикноки, а я сегодня буду о них рассказывать, моментально ему прописываются антидепрессанты, повышающий серотонит, и человек не заходит в хроническое состояние. То есть принято говорить о том, что я, например, себя чувствую не очень хорошо. По-третью, от нас, когда мы пытаемся скрыть, боимся показаться слабыми и так далее. Вот, например, в США процент депрессии достигает 17%. 17, да. Ну, 16 и 9, они говорят, около 17%. А вот в Европе от 8 до 12% и самой депрессивной является Франция. А я говорила, да, тоже какой-то из наших веритателей, французы тоже очень сильно тревожные, а вот как раз средством защиты от реводии является депрессивная. Но об этом чуть подробнее расскажу позже. А вот процент суицидальных попыток самый высокий в Норвегии и Дании. Ну, казалось бы, да. Да. И поэтому и был придуман такой лоу-хостер, как норвежские авиалинии, который и побуждает людей выезжать в какие-то теплые страны, путешествовать для того, чтобы вот как раз не находиться в этом состоянии. Казалось бы, самые развитые, ну, в принципе, страны благополучные, а вот настолько высок процесс суицида, который в большинстве случаев обусловлен как раз депрессией. А самое большое количество антидепрессантов поглощается в Исландии. Вот. Тоже, казалось бы, страна, которую мы всегда смотрим, ну, с завистью немножко. Такие интересные природные условия, такая вроде бы тихая, спокойная, ненапрягающая жизнь, нет бешеного ритма, ну, кажется нам. Тем не менее, вот такова статистика, таковы цифры. И вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия скоро выйдет на первое место по причинам нетрудоспособности. Сейчас её опережает только ВИЧ и СПИТ. То есть к 2021 году, то есть уже буквально через год возможно, что депрессия станет основной причиной нетрудоспособности людей. Вот. И сейчас я хотела бы рассказать о мифах, которые существуют о депрессии. И именно из-за этих мифов люди часто не могут отличить хандру от депрессии. Ну, собственно, то, с чего и начал, Олег. всегда её сниженный фон настроения является показателем депрессии. Да, это действительно первый миф, и люди считают, что если у них сниженный фон настроения, особенно на протяжении какого-то ну плюс-минус длительного времени, там, недели или месяц, то, скорее всего, они находятся в состоянии депрессии. Но на самом деле мы все иногда хандрим. Например, плохая погода, или мы поссорились с близкими, или у нас какие-то неприятности на работе. Но если, допустим, мы поссорились со своим любимым, и мы его не видели несколько дней, и вдруг он приходит и приносит нам святые, подарок, и говорит, как я тебя любил, моментально мы можем выйти из этого негативного состояния в позитивное, что при депрессии категорически невозможно. Там, что бы ни произошло приятное, человек всё равно по-прежнему остаётся вот в том же сниженном состоянии, потому что там нет мечты и цели. Следующий миф о депрессии, что у неё всегда есть психологические причины. Конечно же, депрессия очень часто возникает на фоне какого-то негативного события, но зачастую и физиологические причины могут являться причинами депрессии. Например, у человека какие-то серьёзные заболевания, или, допустим, снижен иммунитет, или, например, ему отняли руку или ногу, и он теряет движение. А вот, кстати, интересный момент, что люди, сидящие на диете, могут попасть в депрессивное состояние, потому что исключают из своего рациона продукты, в которых есть много что называется гормона радости. Это потому, что, да, вот на варёной морковке, я думаю, так вот как-то повеселиться очень сложно. Ну вот очень такой распространённый миф, который просто мешает диагностике депрессии, о том, что депрессивный человек всегда инертный и печальный. И я уже в прошлой нашей программе как раз заявляла, что это не всегда так. В реальности человек действительно может работать, веселиться, отмечать дни рождения, то есть показывать, что у него всё хорошо, а в душе у него отчаяние, бесконечные мысли о суициде. И ему требуется огромное количество энергии, чтобы сдерживать в себе вот эти проявления. И я здесь хочу привести пример с великим Черчиллем, который, как известно, страдал депрессией. И он говорил, он даже имя ей назвал, он дал название своей депрессии «Чёрный пёс». Это говорило о том, что она всё время его сопровождала, то есть она всё время была рядом. И он говорил о том, что я боюсь заглянуть за борт корабля, потому что любое действие моё может привести к тому, что я окажусь за бортом. И он сам себе придумал то самое лекарство, как виски с содовой и сигары. Виски с содовой он прямо на завтрак уже начинал принимать. И вот сигара, как некое отвлечение, перемещение энергии, оно как раз позволяло ему на протяжении всей жизни справляться вот с этим недугом. А я просто сразу вспоминаю другой пример, по-моему, солист группы Никельбек, о котором его всё окружение было потрясено, что он повесился, хотя никто не мог сказать по внешнему виду, что он находится в каком-то подавленном состоянии. Он буквально накануне ходил по ночным клубам, веселился с друзьями, и вот буквально через день он оставил предсмертную записку, что он уходит в этой жизни, и вот покончил жизнь самоубийством. Вот внешне абсолютно никто не мог определить. Вот, да, и вот с этим и связан следующий миф, что депрессия это не болезнь. И действительно симптомы очень сложно бывает выявить, и лечение не одинаково для всех пациентов, но однозначно могу сказать, что при депрессии есть изменения в мозге, то есть выделяются определенные гормоны, влияющие на ней растение. Но здесь глубинно не буду вдаваться. Хочу вам сказать, что действительно депрессия имеет не только психологический, но и медицинский компонент. Вот. Очень часто следующий миф считает, что положительные эмоции могут вывести человека из депрессии. И наши близкие начинают говорить, да что ты нос повесил, да давай, давай на позитиве и так далее. Но это все бесполезно, потому что вот только одно и одного желания выйти из состояния у человека, который страдает депрессией, ну недостаточно. Здесь нужна именно профессиональная помощь. Интересным мифом является, что депрессия может быть вызвана авитаминозом, оттуда, тем солнцем недоступным. И вообще люди там, где мало солнца, в большей степени подвержены депрессии. Конечно же нет. Депрессия может быть абсолютно в разных странах и возникнуть у человека абсолютно в разное время года. Ну вот, например, очень часто мы думаем, что депрессия абсолютно это сниженный тонус, когда недостаток солнца, когда нам тяжело просыпаться, когда мы вот встали с утра и, что называется, уже устали, или возникает какая-то еще какое-то нежелание какую-то активную деятельность проявлять. Но как только пусть даже той же самой зимой, когда вот мы испытывали все вот эти состояния, возникает предрождественский период и моментально все это улетучивается. У нас уже новогодние хлопоты, мы покупаем подарки, мы наряжаем дом и так далее. В депрессии ничего не изменят. То есть кардинально ничего не поменяют. Очень часто считается, что депрессия это не страшно. Однако для людей, которые страдают этим страданием, это настолько большие страдания, плохое функционирование в социуме, они просто мучаются, они не знают, что делать, и поэтому, конечно, худшим проявлением являются суицидальные попытки. Вот статистику, я посмотрела, ежегодно 800 тысяч человек в разных странах заканчивают жизнь самоубийством, уходят из жизни. Либо настолько глубоко загоняют в себе вот эти эмоции, не показывают их, окружающим говорят, что со мной всё хорошо, то в итоге депрессия может вызвать такое психосоматическое заболевание, как онкологию. Ну и соответственно, здесь тоже, в общем, прогноз не очень хорошая, поэтому депрессию обязательно нужно лечить. Это болезнь. А чём-то ещё кстати считается, что депрессия это такой некий признак безделья или глупости. И так вот хочу вам сказать, что на самом деле депрессия это болезнь умных трудоголиков. Чем выше IQ у человека, тем в большей степени он подвержен заболеванию депрессией. Вот. Иногда считается, кстати, даже есть профессии, для которых хоть и характер депрессии, это фотографы, танцоры и юристы. Вот почему-то говорят, что вот у этих, у людей этих профессий вот каким-то образом, да, это как-то связано. А почему танцоры? Вот я могу понять юристы, у которых какие-то, ну там могут быть сложности на работе, фотографы, но тоже, ну странно, но танцоры, вроде, казалось бы. Объясняю. Дело в том, что вот прям чуть позже буду рассказывать про механизм. Там, где есть высокий уровень тревога и страха, то я буду неуспешной. Моментально возникает предрасположенность депрессии. Почему фотографы? Вот меня как раз в большей степени фотографы смутили. Вот танцоры, мне понятно, выходят на публику, боятся совершить какое-то не то действие, а вот суицидальным попыткам в большей степени склонны, знаете кто? Анестезиологи на первом месте. Люди, которые, в принципе, ну при желании, наверное, могут себе как-то помочь или обратиться к помощи коллег, а тем не менее настолько высокий уровень стресса, что они выдерживают и заканчивают то есть самоубийство. Ну, еще один из мифов считается, что депрессию можно унаследовать. Ну, предрасположенность есть, конечно же, и я вспоминаю эпизод, в студенческие годы я дружила с одним мальчиком, потом он стал очень известным музыкантом. Вот его мама страдала маниакально-депрессивным психозом, и мы, конечно, студентами наблюдали всякие разные ее выходки, по типу ее родители присылали ей деньги или отец этого мальчика, они не жили вместе, тоже прислал деньги. Вот на наших глазах она рвала эти деньги и смывала в унитаз, и она была, мы думали, ну, хоть бы стали нам мы в кафе мороженое сгасили, или там, я не знаю, в кино, или что-то. Вот, и, конечно же, в достаточно взрослом возрасте, год, лет 25, вот этого молодого человека тоже проявилось это состояние, он поменял три стороны, десять жен, но, в общем-то, так и не смог выйти из этого состояния, и в нем по сей день и пребывает. Вот. И еще считается, что депрессию определяется только эмоциональными симптомами, вот тем самым сниженным фоном настроения, то депрессия живет в нашей голове, поэтому очень часто мы меняем свою реальность, депрессию, например, заедаем, или запиваем, алкоголем, или еще каким-то образом, да, меняем свою психическую реальность, но очень часто бывают физиологические проблемы, например, люди жалуются на бессонницу, или на проблемы с аппетитом, или вот на боли мышц в груди, вот очень характерный признак, и поэтому, как организм дает такие показатели, что, может быть, вы находитесь в депрессивном состоянии, это так называемые виртуальные боли, то есть, когда у человека что-то болит, вот он уже кучу анализов сдал, кучу специалистов прошу, показатели хорошие, анализы хорошие, а почему-то у него болевой синдром этот продолжается, или человек говорит, у меня голова в тумане, то есть, я не понимаю, что такое, вот у меня как-то мышление уже не та скорость, или вот я сомневаться начинаю в своих способностях, это тоже, может быть, физиологическим показателем, ну и, конечно, то, что повышается уровень гормона стресса кортизола, приводит к тому, что у человека начинает страдать память, и он уже плохо запоминает и усваивает новые знания. Ну так вот, сейчас я хочу рассказать о таких семи неявных признаках депрессии, которые, если, в общем, люди в себе плюс-минус большинство из этих признаков обнаружат, наши слушатели, то вопрос на подумать. Но прежде тем я освещу эти признаки, я расскажу о природе и функции депрессии. То есть мы всё время говорим депрессия, депрессия, но, в принципе, я хотела бы буквально немножко, опять же, в такой метафорической форме объяснить, что такое депрессия. На самом деле депрессия — это очень важный процесс адаптации, это некий психологический механизм, созданный эволюцией. И когда человек не может двигаться вперёд в силу каких-то причин, он, например, не видит дальнейших своих действий, перспективы или окружение его не поддерживает, он как бы затормаживается. То есть функция депрессии — это как функция тормозов в поезде или автобусе. То есть нужно переждать. Ну а сам процесс депрессии, он сравним с метафорой поезда. Вот некий поезд нашего головного мозга, нашей психики и весь персонал в норме. Но в силу каких-то причин нас с основной магистрали отправляют на запасной путь, по которому мы едем. Но там уже скорость другая, там другое количество светофоров. Да, где-то впереди есть еле-еле брежущая возможность, что мы снова выйдем на ту самую магистраль. Вместе с нами в поезде находятся так называемые диспетчера движения, которые как раз определяют, когда нам стоит снова выйти на основную магистраль. И помочь вот этим диспетчерам могут антидепрессанты, то есть подготовить наш организм к тому, чтобы мы снова вышли на эту основной путь. И, конечно же, психотерапия. То есть самому человеку бывает очень сложно выйти из этого состояния. Ну и сейчас как раз я перечислю 7 неявных признаков депрессии. Попрошу слушателей обратить на это внимание. Еще раз повторю, они неявные. То есть зачастую вообще человек может сказать, какая ерунда, это вообще совершенно никак не связано с этим депрессивным состоянием. Но если у вас плюс-минус около пяти и более этих признаков проявляются, то, возможно, стоит призадуматься. Ну, еще раз повторяю, их будет всем. Достаточно быстро я перечислю. Первый неявный признак депрессии это беспричинные вспышки гнева. То есть почему-то мне хочется накричать вот вообще даже без повода или нагрубить, или сказать что-то обидное своим близким, а потом человек думает вообще не понимаю зачем я это сделал и так далее. Вторым признаком является так называемое бесплодное мудрствование. Вот человеку, например, нужно срочно поменять работу или искать работу. А он рассуждает о смысле жизни, о тонких вибрациях, о карме и так далее. То есть вот такие бесплодные мудрствования, которые не приводят к никакому результату. Третьим признаком являются навязчивые сомнения. То есть у человека вдруг возникают такие сомнения по поводу обычных каких-то бытовых предметов. А выключил ли я утюг? А закрыл ли я дверь на ночь? Вот тревога, тревога. А не испорчен ли этот продукт, который я сейчас достал из холодильника? Дальше навязчивые опасения. Вот это очень такой интересный признак. То есть ту деятельность, которую я раньше выполнял очень хорошо, и она не вызывала у меня вообще никаких вопросов. Я читал, что я стопроцентно успешен в этой деятельности. Вдруг она начинает вызывать у меня сомнения. Ой, а справлюсь ли я? А сделаю ли я? А получится ли у меня? А не ну не облажаюсь ли я? Извини. Да-да-да. Да, сравнение. Вот. Следующим признаком являются навязчивые воспоминания. Вдруг ко мне начинают приходить такие воспоминания о каких-то школьных годах, а может быть в каких-то эпизодах детства или просто какой-то человек всё время в голове у меня крутится и какие-то события связаны с этим человеком. Дальше возникают навязчивые влечения. То есть хочется совершить какой-то безумный поступок. Например, громко выругаться в обществе или стукнуть кого-то, или, я не знаю, прыгнуть под колёса автомобиля и так далее. Но это уже худший вариант. Но вот что-то такое безумное совершить, такое, что может вызвать недоумение со стороны социума. Ну и седьмой признак это навязчивые действия, которые очень часто бывают в депрессии. Так называемые обсессивно-компульсивные действия. Обсессия это мысль, компульсия это действия. Ну, например, если я думаю, что я сейчас заболею, то есть буду эфицирован, бесконечно мою руки. Но компульсия иногда бывает и без обсессии. То есть компульсия, то есть действия без мысли. Почему-то всё время человек моет руки. или всё время расчёсывается, или совершает какие-то ритуалы. И пока он этот ритуал не совершит, он, например, не ляжет спать, не начнёт кушать и так далее. Вот такие вот семь неявных признаков в депрессии, которые, в принципе, по одному могут быть абсолютно у любого человека. Ну и тем более, что они как будто бы даже не связаны. Ну вот мы представляем человека в депрессии как будто бы подавленного, а здесь он может наоборот гневаться или какие-то совершать другие. То есть кажется, что вроде бы это не связано с его... А почему? Потому что очень часто люди путают эти два понятия депрессия и апатия, про которую я рассказывала в прошлой передаче. Апатия — это бездействие и бесчувственность. То есть что называется, что воля, что неволя. И апатия может быть симптомом депрессии. А в депрессии есть состояние пониженного фона настроения. То есть человек говорит «мне грустно» или «мне страшно», потому что при депрессии есть вот это неоправданное какое-то тревожно-пессимистическое состояние, что ничего уже хорошего не будет. То есть человек даёт оценку. И вот это... У него снижена самооценка. Он говорит, что я вообще никакой, я ничего не добьюсь. И мне очень нравится здесь формулировка очень известного психиатра Аарона Беккер, который говорил о том, что депрессивный человек живёт по формуле «жизнь отвратительна, я ничтожество, а потому будущего у меня нет». Вот. Ну и теперь как раз мы и перейдём к диагностике депрессии. С точки зрения медицины, медицинских показателей в международном классике болезни депрессия относится к расстройству настроения. Расстройству настроения. И для того, чтобы диагностировать у человека депрессию, должны быть два основных критерия и как минимум два дополнительных. Так вот, основным критерием является как раз сниженный фон настроения. И вторым важным критерием является агидония или отсутствие желания получать удовольствие. То есть невозможность получить удовольствие. Вот есть такой понятный гидонизм. То есть человек, который стремится к получению удовольствия. Да, что-то желает. Вот здесь человек ни к чему не стремится и ничего не желает. И поэтому вот эти два основных как раз критерия. А есть еще дополнительные. Я их сейчас очень вот так пользуя перечислить. Это, например, может быть сниженная концентрация внимания. Или вот снижение самооценки и неуверенности. Или вдруг какое-то чувство вины, самоуничижение, мрачное пессимистическое видение будущего. И вот очень важный критерий, хотя он и вторичный, это вот как раз идеи и действия самоповреждения, нанесения себе какого-то ущерба. То есть иногда люди, например, начинают резать себе порезы какие-то. Вот совершенно недавно в фильме было, что женщина все время себе ножом в центр ладошки наносила вот такие повреждения. ну и конечно худший вариант суицидальной мысли нарушение сна или снижение аппетита или суточные колебания настроения. Чаще всего кстати сниженный фон настроения наблюдается утром, поэтому все суициды совершаются утром где-то от 4 до 6 утра вот в этот промежуток. Когда человек просыпается, ну если он заснул, да, потому что при депрессии он просыпается и нет никаких перспектив в будущем, то есть он не видит смысла жизни. Вот эта тоска, она настолько мучительна, что человек принимает отбор и конечно же есть разные абсолютные степени выраженности депрессивных эпизодов, но я на этом останавливаться не буду, потому что это уже такой ну все-таки медицинский компонент, а приведу несколько вопросов диагностики, которые задают например специалисты, когда приходят к ним люди на консультирование. И попрошу тоже послушать наших радиослушателей и попытаться себе ответить на эти вопросы. Ну например, трудно ли вам уснуть, что мешает засыпанию? Беспокоит ли вас перед засыпанием однообразные повторяющиеся неприятные мысли или тягостные воспоминания? Бывают ли у вас повторяющиеся сны с какими-то утратами, например, потеря в сумке или документов? Или очень часто люди одежду читают, например, обувь, или вдруг видят себя без, например, брюк или платья и так далее. Снят ли вам сны, которые, ну можно назвать кошмарными, от которых вы просыпаетесь в холодном поту? И можете ли вы проснуться среди ночи или очень рано утром и потом очень сложно вам засыпать? То есть вот такие вопросы несколько выбрала, которые задаются человеку во время конспектирования. И казалось бы, депрессия это что-то такое ужасное, но ведь не случайно я сказала о том, что это некий эволюционный процесс. В нём есть адаптация. Вот адаптация к чему? Сейчас я и расскажу, для чего нам нужна депрессия. Она может быть даже нужна? Да. Дело в том, что есть у нас альтернатива депрессии, это страхи и тревоги. Ещё раз разведу эти два понятия. Страх всегда предмечен. То есть мы можем всегда сказать, чего мы боимся. Я боюсь летать на самолёте, я боюсь пухов, я боюсь быть отравленным, я не знаю, что угодно. А тревога, она не предмечена. Это некое психологическое, физиологическое состояние, когда меня, что называется, трясёт. Но по какой причине, я не могу объяснить. Так вот, страх и тревога, они очень мучительны для организма. Они искащают организм, поскольку во время этих процессов происходит возбуждение в коре головного мозга, перенапряжение всех систем организма. Так вот, пассивность — это защита, приносящая облегчение. Дело в том, что страх и тревога существуют у человека ровно до тех пор, пока он верит в то, что он сможет спастись от угрозы. То есть у него есть хотя бы какая-то малейшая надежда, иллюзия. Почему вот когда опыты ставили нацисты в концлагерях, они как раз чего добивали? чтобы у людей абсолютно вера пропала в то, что их кто-то сможет спасти. И вот когда человек понимает, что никаким образом ни он сам, ни кто-то его не спасёт, он, что называется, склоняет голову перед победителем, и возникает вот это ощущение беспомощности. и канон безысходности такой человек трактует, что если всё плохо, значит, можно ничего не предпринимать, потому что абсолютно всё бессмысленно. И вот эти мысли, как снежное одеяло, они упутывают психику человека и дают устояние, как бы защищая его от тревоги. И даже ещё идёт варварский завет в ходе «Чем хуже, тем лучше». И вот как это не парадоксально говорили психиатры, но как раз вот это ощущение неизбежности, безысходности и бессмысленности — это лучшее средство от тревоги. И вот здесь я как раз и возвращаюсь к французам, говоря о том, что это очень тревожная нация, и чтобы называется в себе погасить вот это изматывающее чувство, они уже с 15 лет там все на антидепрессантах. Вот. И, конечно же, я думаю, что у всех будет интерес, а каковы причины депрессии? То, что, почему она возникает, что в основе? Я не буду касаться очень глубинных механизмов, да, разговаривать про эндогенную депрессию, ну или враждебную. А скажу лишь, что вот с точки зрения психодинамической стопии и психоаналитической, нам проще слышать. В основе депрессии лежат неразрешённые бессознательные конфликты. И сейчас расскажу несколько про клинические ступицы. Ну, например, один из конфликтов может быть стремление удержать гнев под контролем. То есть конфликт между гневом и обидой по отношению к своим близким, а в то же время желанием быть хорошей, дружелюбной, чтобы сохранить хорошее отношение. То есть ко мне в терапию пришла барышня, которая была замужем, у неё был уже взрослый ребёнок, и у неё были любовные связи ещё с одним мужчиной. Вот она своего мужа просто не переносила на дух, что называется. Он её безумно раздражал, всё, что он делал, ей не нравилось, а её любимый, любовник назовёмся, он не хотел на ней жениться. И вот этот конфликт, что вроде бы она хочет накричать на своего мужа, она хочет сказать ему, что всё, между нами всё умственно, но в то же время страх нет, нужно оставаться хорошей, потому что менялись от финансовой подушки, а возможно муж найдёт какую-то другую женщину и привели её к состоянию вот этой депрессивной апатии, когда она вообще не хотела ничего делать, она перестала общаться с окружающими и так далее. А вот более интересный ещё конфликт, с которым тоже я часто работаю, это конфликт независимости, желания независимости и в то же время необходимости поддержки близких. То есть конфликт, я хочу с одной стороны быть свободным и независимым, а с другой стороны мне очень плохо без поддержки близких. и ко мне в терапию пришёл молодой человек очень образованный, очень умный. Он был армянской национальности. И не случайно я всегда говорю про национальности, потому что есть так называемые культурно-исторические ещё особенности, вот национальные особенности. Его папа ушёл достаточно рано. Как он говорит, мама выгнала его из дома. И у него была жуткая обида на маму, но он с ней рос. И вот в 14 лет папа объявился и пригласил его к себе в гости. И он приехал к нему, и как он говорит, я вот в 14 лет впервые увидел, что мой отец-то вовсе плохой мужик, с ним можно договориться. И у него появилось стремление учиться, что-то делать. Он, отец показывал ему поддержку, он поступил в университет, он закончил финансово-экономический факультет, он устроился в банк. И когда он устроился, его папа сказал ему, ну что, сын, я для тебя сделал все, что мог, теперь, пожалуйста, вот тебе некая сумма, хочешь, вложи ее куда-нибудь, хочешь, еще что-то с ней делать. Но больше я тебе как бы поддержки, ну в данном случае финансовой, оказывать точно не буду. и он вошел в это состояние, вот с одной стороны, да, вот я вроде бы независима, а с другой стороны, вот с мамой нелады, папа, которого он вроде обрел, папа к тому времени еще как раз женился, там тоже еще отечественный фактор был, и он уже не мог к нему ездить так не угодно, как раньше. И он сам себя довел до такого состояния, потому что тревога была, что завтра я не справлюсь, я не смогу, поддержки от папы нет. И поэтому постепенно он что, укрыл себя одеялом компрессии и пришел ко мне в полнейшем вот таком вот состоянии депрессивной апатии, нежелания чего-либо делать и так далее. Ну и мы с ним работали и выясняли, что да, задача-то какая терапия, чтобы пациент, ну или клиент, как хотите, осознал, в чем вот этот конфликт, но подать ему нужное, это очень мягко, иначе может быть негативная реакция. А как все-таки, да, ну и удалось ему побороть, вот интересно, чем закончилось. А вы знаете, промежуточной фигурой была я, когда после него ко мне в консультации еще один пришел молодой человек, у которого была ну не депрессивная история, а тоже проблемы с отцом, он говорил, я не могу с ним работать, а партнера найти не могу, которому бы я мог доверять. А я ему говорю, слушай, а у меня вот есть парень очень хороший, ну давайте вы хотя бы встретитесь, поговорите, вдруг у вас что-нибудь получится. И когда я позвонила вот этому первому, который сказал, слушай, приходи ко мне, по-моему, я нашла тебе работу. То есть, по сути, я взяла на себя вот эти родительские функции. И он пришел ко мне на следующий час, он говорит, вы не представляете, я всю неделю у меня, говорит, такое было ощущение прилива энергии, что кто-то о нем позаботился. И постепенно мы, конечно, перевели его внимание на его девушку, и я сказала, что это вообще лучший твой надежный партнер, на который ты всегда можешь опереться, и ты отпрочешься. Уж если в сегодняшнем дне не оставить, то уж когда ты будешь успешный, точно не оставить. Но это процесс очень долгий, поэтому я здесь буквально утрировано все это подаю. Ну и смотрю, уже у нас остается время только, чтобы я дала советы богаче. Вот, советы богаче. Еще раз повторю, что депрессия это болезнь. И сколько бы наши близкие не говорили нам, не веселили нас, не пытались нас отвлечь, ну как, если бы сказали, у человека пневмония, и наши близкие пытаются нас вылечить тем, что они гладят нас в головке или пытаются развеселить. То есть нужно лекарство, нужны техники, нужна работа специалистов. И поэтому я здесь опять же какие-то наброски скажу, что сам может сделать человек, и какие направления существуют в борьбе с депрессией, с этим недугом, которым страдает еще 20% населения развитых стран. и что в нашей парадигме мы в то время отвергаем и не принимаем свои негативные эмоции. Мы хотим показаться успешными, мы стремимся к гармонии. И вот из-за того, что мы отвергаем себе эти негативные эмоции, мы наносим себе безумный вред. А нужно не убегать от них, а просто побыть с ними и познакомиться. Ведь наши негативные мысли и эмоции — это лишь эмоции и мысли, не мы сами. И если мы им дадим место и скажем, что это такая же часть нашей жизни, как позитив и успех, мы немножко сможем переломить историю и направить друг к другу. И очень эффективной является актерапия. КСТ — это на самом деле аппровиатура, которая переводится в терапию принятия и взятие ответственности. И здесь метафора какая. То есть когда ты являешься водителем автобуса, да, вот к тебе сели салон не очень приятные пассажиры и начинают там как-то не очень себя хорошо вести. Если ты начнёшь на них отвлекаться, ты начнёшь вилять по дороге. Если ты остановишься, ты вовремя не приедешь по указанному маршруту, ты, конечно же, можешь их там задавить. И многие истории связаны с тем, что убери, выброси из себя эти эмоции и так далее. Я не сторонник этого метода. Ещё раз повторяю, много разных концепций существует, подходит депрессия. Я как раз за вот эту актерапию, где первым является «прими, прими, да, у меня есть депрессия». И как только человек говорит, что «да, у меня это есть», с этой нулевой точки может начаться выстраивание, то есть вектор выстраивается. Дальше второе. Возьми обязательства. То есть когда человек говорит «вылечи меня», мы задаём ему вопрос, а для чего тебе нужно выздороветь? Что ты готов для этого сделать? И что ты тогда будешь чувствовать, думать, ощущать, если ты этого добьёшься? И здесь хочу привести пример Хьюлори, достаточно известного актёра, все его знают в роли доктора хаоса, он долгое время страдал депрессией, и только когда он женился, он пошёл к психотерапевту и сказал, но это высшая степень эгоизма, если я не буду лечить и доставлять проблемы не только себе, но и своим любимым. Вот это для него являлось цель. Какие ещё здесь могут быть советы? Во-первых, нужно связать чувства с причиной, то есть найти, почему же, тоже являлась причиной, может быть, она вообще глубоко в детстве у этого мальчика, объяснить пациенту, кто заставляет его находиться в депрессии, что называется вот эта скрытая выгода, ставить потихонечку небольшие цели, то есть деление одной большой цели, которая выбьет из этого депрессивного паттерна, например, позвонить другу или сходить в магазин, а не пребывать без конца в этих измучивать человека мысли. Я хочу привести пример своей подруге, она очень известный юрист, и она долгое время страдала депрессией, к ней приезжала просто ее знакомая каждый вечер, набирала и ванну, и делала и болтала какую-то ерунду. Они немножко разного уровня были, образованности и так далее. И вот она каждый месяц приезжала ко мне, я ей говорила, зачем ты это делаешь? Я хочу, она говорит, да не надо, мне ничего не поможет. И она говорит, через месяц я вдруг стала ощущать, что я жду, когда она приедет, я жду, когда она будет считать какую-то свою ерунду. И дальше, следующее, нужно учить позитивного мышления. То есть в чём-то негативно стать плюсом. Вот, например, человек говорит, меня никто не любит. Пусть ты с ним беседуешь, беседуешь, а потом говоришь, а у вас есть домашние животные? Да, у меня есть собака, вы знаете, она меня так любит, она мне тапочки приносит. А какие прекрасные воспоминания отец? Вот у меня была такая бабушка, она и сейчас есть, я ей правда редко звоню. Давайте посмотрим, вы говорите, никто вас не любит, как минимум двое вас уже любят собачек и бабушка. Например, остановка депрессивных мыслей, каким образом может быть. Человек носит на руке резин, и только вот он чувствует, что его вот туда повело, он вот так и она создаёт некий такой болевой, небольшой удар, и тем самым человек понимает, что нужно выходить из этого. Или, например, техника замены негативной картинки, позитивной. Человек откроется, что здесь в работе психотерапевта, мартерапевта, мы говорим, нарисуй свою жизнь, он рисует унитаз. А вы берёте и этот унитаз, например, пририсовываете внутри цветочек, таким образом превращаете это в вазу. Такая совместная работа. Тут, конечно, последнее, что я хочу сказать, что остановка монолога депрессивного за счёт дыхания тоже хороша, но самое главное, заменой антидепрессантов, которые повышают уровень скотанина и допамина, является не что иное, как благодарность. Благодарите человека, который страдает этим недугом, и ему станет гораздо легче. Спасибо большое, Ирина. У нас, к сожалению, время закончилось, программа. Ирина Богачик была сегодня с нами и Совета Богачих программа. До встречи! До свидания! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова